Если сравнивать с другими городами Новосибирской области, Искитим обладает большим количеством водоёмов, чем остальные. На территории нашего города протекают пять рек – Кониха, Шипуниха, Чёрная, Петушиха и Каменушка. Все они являются притоками Берди. Река Берди делит город практически пополам. Протекая 17,4 километра по городу, остаются часть на правом берегу предприятий и жителей и на левом берегу. Почему река носит такое название? Одна из версий отсылает нас к временам сибирского ханства, когда им правил Кучум. Говорят, что хан подарил реку своему любимцу-потомку. Слово «берть» могло произойти от татарского «берду» – «подарил». В итоге и повелось – «берть» – отданная, подаренная. Откуда взялось это название? Да кто его знал. Да если бы я всю жизнь здесь жил, я бы вам сказал. Я не коренной житель, поэтому не знаю. Может, Бердичев какой-то был. Ну, Бердск там рядом нет. Я не знаю. Я знаю, что Бердск в честь реки названа. Бердь почему название? Может быть, от татаров каких-нибудь пошло, да? Несколько десятков, а может и сотен лет назад ширина Берди достигала километра. Река занимала большую часть города. Сейчас эта цифра уменьшилась до 50-100 метров. То же самое и с глубиной. Сравнивая 50 лет назад и более, река, глубина была её от 7 до 9 метров. Если говорить о лодочной станции. В настоящее время где-то 2,5. Основные виды рыб, населяющих реку – плотва, ясь, елец, налим, ёрш, окунь. Редко встречаются щука, сазан, гальян, шиповка. И совсем в единичных случаях такие ценные виды рыб, как хариус, стерлить и нельма. Промышленного лова тут не планировалось и не было никогда. Но вот в этом году рыбаки ощутили, что рыба пошла. Причиной тому, говорит Виктор Степанович, стал снос дамбы весной этого года. Водоёмы занимают важное место в создании благоприятной среды эскитима. Особенно река Бердь. Она смягчает микроклимат, а её берега эскитимцы любят использовать для полноценного отдыха.